С 1 июня стартовала летняя оздоровительная кампания. 38 лагерей дневного пребывания начали свою работу на территории округа. Так, в гимназию номер 18 на открытии первой смены лагеря приехал глава округа. 3340 детей от 7 до 15 лет проведут свои каникулы в школах. Именно там базируются все лагеря дневного пребывания. В гимназии номер 18 в первой смене отдохнут 140 детей, из которых по льготной категории более 60. Поздравить их с началом каникулы и открытием смены приехал глава округа. Желаю вам, ребята, хорошего отдыха, хорошего настроения. Берегите себя, думайте о своих родителях. Ну, а родители о вас думают всегда. Ну, а педагогам я пожелаю тоже хорошего настроения. Набирайте сил. Программа в летнем лагере сопровождается неким отдыхом, хотя у вас есть ответственность. Далее, после торжественного открытия, для Владимира Ружицкого провели экскурсию в комнаты для отдыха и игр, а также в пищеблог. Ребята будут питаться три раза в день, а время пребывания в разных лагерях варьируется по желанию родителей. Также этим летом предусмотрены путевки для ряда категорий детей. Об этом рассказала Виктория Бунтина. Наши дети, особенно те, которые находятся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, которые пострадали в январе 2018 года от острой кишечной инфекции в кадетской школе, мы им также предложили отдых в Крыму и закупленные путевки в Евпаторию. Также на 21 день. И смены на сегодняшний день уже сформированы. Первая смена продлится с 1 по 29 июня. Также в течение лета будут действовать оздоровительные площадки на базе Люберецкого дворца детского и юношеского творчества. Они будут открыты до обеда. Записать туда ребенка можно по адресу. Город Люберцы, улица Кирова, 22. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютюбе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.